Одессе исполнилось 224 года. Празднование дня рождения города начались в поздравлении от почетных граждан. К мемориалам основателей они возложили букеты цветов. Первым посетили памятник адмиралу Иосифу Дерибасу. Далее почетные граждане отправились к памятнику атаману Головатому. Следующая остановка – памятник князю Михаилу Воронцову на Соборной площади. Нам есть с кого брать пример. И Дерибас, и Воронцов, и многие другие сделали все для того, чтобы Одесса стала культурной столицей, чтобы здесь развивалось образование, наука. Построены были колледжи, построили университеты, построили храмы и первая синагога. Я думаю, что это хорошо. Историю мы должны знать, чтить и брать с них примеры. Поздравила одесситов с днем рождения города и народная артистка Украины – прима Одесского академического театра имени Михаила Водянова Евгения Демская, которая отдала этому театру несколько десятилетий. Неожиданно война меня сюда прислала. Я попала в другой город, не в мой родной. И когда меня привезли сюда, в Одессу, я была счастлива. Я заплакала от радости. Люблю этот город. Люблю людей, которые здесь живут, добрые, щедрые тоже, не злые. Я выхожу на сцену и знаю, что я иду к людям, которые меня знают, которые меня уважают. Это для меня… Уважаем, знаем, помним и с удовольствием смотрим вас. Это мне очень дорого. Меня узнают на улице, здороваются со мной. Мне это приятно, конечно. Также в этот день цветы возложили у открытого два года назад памятника Григорию Морозли на Греческой площади. Завершилась церемония возложения у памятников основателям Одессы и дюку Диришелье. Город, конечно, где бы ты ни был, ты скажи Киев, не знаю, расскажи Одессу, все знают Одессу. Поэтому почему почетными мы стоим, потому что мы делали все для того, чтобы Одесса была краше, еще лучше, еще прекраснее в мире. Поэтому задача, я думаю, всех одесситов – приукрашать его. И то, что делается в Одессе за последнее время, это тоже очень показательно. Мы возлагаем венки к великому, можно сказать, юку, который и так строил наш город. Если мы обратим внимание на архитектуру, то все улицы параллельны, все улицы продуваются. Очень много солнца в каждом доме. Наш город является самым-самым красивым городом, на мой взгляд, который я когда-то видел на свете. И считаю, что одесситы должны гордиться, любить, ценить наш город. Одесситы всегда были терпеливы, в самые сложные времена. На том они и стоят, на том и выковывался одесский характер. Вы знаете, они прошли через чумные, холерные эпидемии, через отсутствие воды, строительных материалов, топлива и так далее и так подобное. Поэтому, что бы ни происходило, как бы ни тяжело было там одесситам, но я в них верю, они такие ребята. Время меняется, люди меняются, постоянно. Но когда мы в этот день собираемся вместе, я всегда смотрю на моих друзей, которые вокруг меня, и говорю, ребята, это ваш город, это мой город, это их город, это наш город. В нем жили и родились мои предки. В нем будут жить наши потомки. В нем сегодня живем мы. И мы обязаны сделать этот город счастливым. В честь 224 дня рождения Одессы на Думской площади традиционно подняли флаг города. В праздновании приняли участие военно-морской оркестр, роты почетного караула, воспитанники военно-морского и военного лицеев, а также почетные граждане Одессы. Одесса единственный город в мире, после названия которого мы произносим самое нежное, самое доброе слово «мама». Одесса – многонациональный город. Одесса является примером толерантности и взаимопонимания. И мы этим гордимся. Сегодня с нами приехали разделить праздник представители более чем 40 стран мира. Мы объединены, у нас общие цели и планы на будущее. Я хочу пожелать всем одесситам радости, удачи, благополучия, развития нашему городу, в котором живут лучшие люди, это одесситы. Здоровья всем самое важное и удачи. Пусть нас всех хранит Господь. С днем рождения наш город, город-герой Одесса. За последние годы мы увидели очень много преобразований в нашем городе. И это меня, я думаю, всех моих земляков, всех наших земляков не может не радовать. Поэтому в первую очередь с днем рождения, с днем рождения, любимая мама. Это праздник жизни. Это тот праздник, который подводит итоги нашей работы за то время, что мы существуем. Я здесь, в Одессе, живу 60 лет без малого. Поэтому для меня Одесса – это родной дом, как и порт, в котором я тоже 60 лет работаю. В день рождения Одессы также два человека получили звание почетного гражданина. Директор компании «Стекон» Леонид Крючков и основатель армянского культурного центра Самвел Тигранян. Честь быть почетным гражданином города Одесса. «Стекон» всегда был, есть, рядом с городом. Поэтому я сегодня в таких настроенных чувствах. Для меня это большая честь. Я живу в Одессе 50 лет. Видел этот город в разных вариантах. Так что, еще раз говорю, это большая честь. И отцы, основатели города сделали очень много. И надо последовать их примеру, их последователям. Только увеличивать и никак не уменьшать те достижения. И тогда все будет нормально. Для Одесситов выступили танцевальные ансамбли. На праздновании Дня города присутствовали представители 40 иностранных делегаций. Стоит отметить, что в этом году на праздновании Дня города не присутствовали ветераны войны. Сегодня вот здесь, к великому сожалению, нет ветеранов Великой Отечественной войны. Можно было организовать, чтобы они все-таки были здесь. Потому что они защищали наш город. Это никогда не нужно забывать. Нужно помнить, что наш город Одесса – город-герой. Это очень важно, чтобы мы помнили. Празднование Дня города закончится грандиозным галоконцертом с участием украинских звезд эстрады. На сцене, установленной возле муровокзала, выступят бумбокс, Настя Каменских и Макс Барских. В Ротонде в Гурсаду пройдет грандиозный финал вокального конкурса «Пою о тебе, я, Одесса моя», который проходит при поддержке почетного гражданина города и области Сергея Кивалова. Новый греческий парк как подарок Одессе на день рождения. Открытие первой секции парка «Арт-зоны» прошло на Приморском бульваре. Основным архитектурным элементом стал фонтан, созданный известным одесским скульптором Михаилом Ревой. Инициатором строительства стал меценат Пантелеймон Бумбарас, которого в этот день наградили орденом Григория Морозли второй степени. Мероприятие прошло при участии глав города и области, а также гостей из Греции. К концу марта и вторая часть парка будет завершена. И в тот самый момент я спрашу у мэра насчет следующего нашего шага. Ну мы же помним, что здесь было. Ну вот объективно, вот прямо передо мной Потемкинская лестница, а сюда страшно было посмотреть. Видите, вычистили, убрали, сохранили хорошо старые деревья, вот сделали систему полива. В общем, дню рождения это хороший подарок. Пантелеймон Васильевич, он хороший меценат. И мы его уже знаем многие десятилетия. Я вам хочу сказать, что мы когда строили церковь святой мученицы Татьяны, и греческие колокола, а их у нас на тот момент было 18, были поставлены из Греции. Пантелеймон Васильевич подарил церкви именно эти колокола. Хочу поздравить с праздником, потому что, ну вот, день города, город, в котором есть душа, да. То есть очень многие города между собой соревнуются. Каких-то рейтингов, кто-то был первой столицей, кто-то второй столицей. Одесса все это наблюдает со стороны, и нам точно не нужны никакие соревнования, никакие рейтинги, потому что мы уникальны. Второго такого города не существует, вторых одесситов не существует. Поэтому всех с праздником, всем хорошего настроения, здоровья и мира. Вот все остальное у нас уже есть, Господь Бог нам этим наделил. В парке установлены четыре копии известнейших античных произведений искусства. Скульптуры Посейдона, выставленного в Афинском национальном археологическом музее, а также три копии статуй из знаменитого Акрополя. Также есть лифт, который позволит беспрепятственно посещать это место людям с ограниченными возможностями. С праздником, дорогие наши сограждане. Вот у нас еще появилось одно место радости, место отдыха. Мы как-то так без ошибок, сочинно его определили, нашли в парке для себя место, встали возле фонтана. И вот видите, вы лучшие люди тут проходят. И можно увидеть сразу всех и пообщаться. Атмосфера праздничная. Присутствовал на открытии министр иностранных дел Павел Климкин. Мы договорились про очень интересные проекты. Я буду поступково рассказать. Но для меня очень важно, и я вчера это обговорил, я хочу сделать в Одессе отдельный безопасный форум. Оскільки такой форум есть в Киеве, а тут будет форум, присвященный самым черноморской безопасности. Вот где, как не тут, ни в Одессе, сделать именно такой форум. В Пирея, в Пирея, в Пирея, в Пирея, в Пирея, и в Пирея, в Пирея, в Пирея, в Пирея тоже есть Одесская площадь, на которой мы собираемся, осуществить один проект вместе с мэром Одессы? И, конечно, еще очень много разных идей и проектов, над которыми мы уже работаем. Отметим, что в прошлом году, к дню рождению города, был открыт Стамбульский парк. Кроме того, действует программа по благоустройству и строительству инфраструктурных объектов. Так, в Одессе открыта набережная европейского уровня на восьмой станции Большого фонтана, парковая зона на пятой станции фонтана и многие другие социальные объекты. Новобрачным, которые расписались в день города в Центральном ЗАГСе, подарили телевизор. Мэр Одессы вместе с соратниками посетили бракосочетание и поздравили молодоженов. Павел и Юля вместе два года. Говорят, выбрали эту дату, так как они коренные одесситы. Для них и подарок, и присутствие мэра стало сюрпризом. Мы просто сидели и решили вдвоем это вот так вот придумали, решили договорились. А давай на телекор? А давай на телекор? Да, и все. Самое интересное – это спонтанно. Мы же не знали, мы просто пришли расписаться. Нам говорят, что здесь будет… И телевизор получили еще. Да, это… вообще, я в шоке. Если честно, я очень рад. Да. Мы очень рады. Аллея звезд на Лонжероновской пополнилась новыми именами. Увековечены еще семь известных одесситов. Вера Холодная, украинская актриса немого кино, легендарный архитектор Юрий Дмитренко, театральный режиссер, чье имя носит украинский театр, Василий Василько, одесский скрипач и дирижер Давид Ойстрах, создатель Одесской школы неофициального искусства, художник Валентин Хрущ, оперная певица Антонина Нежданова, в честь которой названа музыкальная академия. И Юрий Кузнецов – джазовый пианист, композитор и педагог, которому в этом году должно было исполниться 65 лет. Награду за основателя джаз-фестиваля получила его вдова Наталья Эртнова. Я думаю, что сам Юра не ожидал. Знаете, он прожил такую жизнь, не был не очень обласкан был славой и властями именно в Одессе, кроме последних, может быть, пяти лет. И с таким трудом пробивал себе дорогу в городе. Как-то за рубежом его быстро признали, а у нас было тяжелее с этим. Я думаю, что, я не знаю, радуется ли он, наверное, но я счастлива. Вы знаете, я счастлива. Мы вот открыли недавно памятник его сделали, на кладбище. И звезда, и я надеюсь, что мы сделаем мемориальную доску. И главное, живет его фестиваль, и премия его имени, и молодежь играет джаз, и разбрызгивает эти ноты по всему миру. И, как говорил Юра, желаю всем счастья, и будьте вы тоже счастливы при малейшей возможности. Аллею звезд открыли 4 года назад. Сейчас там увековечены 28 имен. Первая по счету звезда принадлежит самому городу. Остальные названы в честь известных и выдающихся одесситов. Без первого звонка, поздравлений, цветов, линеек и светлых аудиторий. Так прошел день знаний для пациентов детской областной клинической больницы. Кто-то в последние дни лета упал с велосипеда, кто-то попал на операционный стол из-за приступа аппендицита. Детей объединяет одно. Начало учебного года им придется пропустить. Вчера попали в больницу, катался возле дома на велосипеде, упал. Есть подозрения на гематому печени. Руль попал в бок ему. Понимаю, пропускаете 1 сентября. Как по этому поводу настроение? У мамы настроения никакое, потому что на 1 сентября хотели очень сильно попасть. Ну, здоровье ребенка важнее. Мы попали накануне 31 августа, на 1 сентября. Пришлось немножко пропустить школу, но главное, чтобы дети были здоровы. Как скоро планируете поправиться по дистанции? После выздоровления, ну, как врачи нам объяснили, где-то через дня 3-4 нас выпишут, и плюс еще неделя-две адаптация дома. Оказавшихся 1 сентября в больнице школьников с праздником поздравил Максим Степанов. Губернатор пожелал детям скорейшего выздоровления, вручил наборы школьников и настольные игры. Также он ознакомился с работой пилотной программы, благодаря которой детей с острой хирургической патологией и травмами обеспечивают бесплатной неотложной помощью на протяжении первых трех дней нахождения в больнице. На эту область выделила 8 миллионов гривен. И вот с февраля пациенты областной детской клинической больницы в течение первых трех дней обеспечены в полном объеме всей необходимой безоплатной медицинской помощью. На сегодняшний день у нас пролечено 2135 пациентов. Десять из них только за последние сутки. Масштабный пожар под Одессой. Огонь охватил побережье Куяльника. Также пламя едва не перекинулось на дома поселка Шевченко. Огонь удалось локализовать. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Многие очевидцы сетуют на то, что спасатели прибыли на вызов спустя почти час, что позволило пожару распространиться. Из-за автогола Черноморец упустил ничью с Ворсклой в Полтаве. С первых минут матча подопечные Василия Сачко завладели мячом и на исходе третьей тайма удар Шарпера с углового отразил Литовченко. В начале второго тайма Коломоец получил мяч в штрафной и пробил. Вратарь Одесситов снова спас гостей, но первым на добивании оказался Кулач. Одесситы сразу активизировались и вскоре Артем Черни и эффектным ударом со штрафного сравнял счет. В конце матча полтавчане оказывали давление на ворота соперника и своего добились. На 88-й минуте Дмитрий Рыжук срезал мяч в свои ворота после удара Артема Габелко. 2-1. Следующий матч Черноморец проведет в Одессе 15 сентября против футбольного клуба Львов.